В этом волшебном мире возможно все. Миллионы могут исчезнуть, а коттеджи появятся из воздуха. Все это магия, которую так успешно владели чиновники. В Рыдно-Слободском районе не первый год творятся настоящие чудеса в решете. Этот скромный особняк у самого берега в деревне Полянка – местная достопримечательность. На геральтической кованой эмблеме дома имя главы Рыдно-Слободского района Ильхама Валеева. В другом все обнесено, все закрыто. Везде так, везде бардак. Участок в 5000 квадратных метров опоясал по периметру всю береговую зону. Для местных жителей путь к воде закрыт давно. Летом не скупаться, зимой не порыбачить. Кандидат биологических наук и заслуженный работник сельского хозяйства Ильхам Валеев, видимо, так трепетно охраняет природу, который, вопреки законам, считает и своей собственностью. Только не все могут эти заботы главы оценить по достоинству. По данному адресу был осуществлен выезд инспекторов Министерства экологии. Ранее постройка на данном участке была снесена. Это нарушение является уже повторным. Чудеса, да и только! Министерство экологии уже выписывало предписание о сносе незаконной постройки у береговой зоны. Но забор появляется раз за разом, словно по мановению волшебной палочки. Но никакая волшебная сила так и не может помочь району выйти в лидеры. В республиканском рейтинге социально-экономического развития Рыбно-Слободский район занимает всего-то 42 место. Словно бельмо на глазу и этот долгострой рыбного завода, так и не сбывшаяся мечта. Завод начали возводить еще в 2011 году. Заказчиком строительства выступала компания Чулпан. Фирмой этой когда-то владели родственницы главы и его сын. 100 миллионов рублей бюджетных средств на строительство объекта так и не хватило. Кредиторы, а это подрядные организации, с которыми не расплатились по счетам, уже запустили процедуру банкротства. Для завершения данного объекта сейчас необходимо в порядке тоже где-то 250 миллионов. В администрации района повторяют как мантру. Будут деньги, будет объект. Но куда были потрачены 100 миллионов рублей? По-видимому, этот вопрос уже из разряда риторических. И таким вот искусством магии хорошо владели не только в Рыбно-Слободском районе. Это история 15-летней давности и сегодня мало кого может оставить равнодушным. Огромные площади заброшенной фермы, куда уже не ступает нога человека. Когда-то здесь, в деревне Лошманка, было передовое хозяйство почти 3000 голов крупнорогатого скота. На ферме работали 300 человек. Падение сельского хозяйства, того колхозного уклада, произошло повсеместно. Но в Лошманке она приобрела такой особо трагический вид. То есть здесь кончилось все. И, конечно, вклад бывшего главы Черемшанского района Шакирова Минсагита Закировича здесь решающий. Бывший глава Черемшанского района Минсагит Шакиров ввел тогда популярную политику по укропнению мелких хозяйств и созданию новых собственных производств. В итоге в его руках оказались все крупные сельхозпредприятия района и свыше 60% земель. Черемшанский район долгие годы числился в передовиках, поражаясь своими цифрами и масштабами в производстве сельхозпродукции и вызывая невольную зависть у коллег. Но только спустя годы стали известны многочисленные факты подтасовок в виде завышения выловых показателей надоев молока и количества крупнорогатого скота. Тут не только земля, тут нужна еще и техника, и государственная поддержка и прочее. Но вся эта поддержка шла в предприятии Шакирова Минсагита Закировича. И поэтому его предприятия тоже не работали фактически. То есть сельское хозяйство в районе так погублено оказалось. Но для чего нужны были эти воздушные замки? Ответ прост, чтобы получать субсидии от государства. По данным результатов проверки счетной палаты, бюджетные и внебюджетные средства перечислялись через управляющую компанию сельскохозяйственное производство на расчет на счета подконтрольных Шакировым фирм. Миллионы рублей из бюджета текли рекой. Только за 2014-2016 годы компаниями получено свыше 120 миллионов рублей в виде субсидий и займов. В период с 2008 по 2011 годы Черемшанскому району уже нефтяные компании выделяли безвозмездную помощь. 66 миллионов рублей также были перечислены в компанию Шакирова агроуслуги Черемшан в виде безвозмездной и безвозвратной помощи. Но куда ушли деньги сегодня остается только теряться в догадках. В то время как высшее руководство хозяйств получало субсидии, сами сельхозпредприятия постепенно приходили в упадок. Многие уже стали банкротами, а это значит, что оборваны все концы. В хозяйствах продолжается падеж скота, техника простаивает из-за отсутствия топлива. На протяжении трех лет жители села Утямыш, где доживает свои последние дни сельхозпредприятие Утямыш Агро, не получили ни копейки за то, что хозяйство пользовалось их паевыми землями. Более того, собственникам паев приходилось самим оплачивать ежегодно налоговые платежи. А вот наглядные иллюстрации того, в какой упадок пришли фермы, зернотоки, совхозы и перерабатывающие предприятия Минсагита Шакирова. Этот черемшанский маслосырзавод когда-то перерабатывал свыше 100 тонн молока в сутки. Сегодня занимается только лишь приемом молока у населения. Больше уже ни на что не способен. Такая же картина на территории предприятия сельхозтехники. Куда ни глянешь, везде тлен. Я не знаю, зачем мне это делать. Я удивляюсь. Это просто, если алочился у человека, значит, но все равно двумя ложками не кушаешься. Рожка одна все равно. Вдруг, как говорится, тарелки не покушаешь. А столько людей остались, столько разрушенных судьб, столько брошенных деревень, столько, как вы говорите, столько потеряли специалистов, столько потеряли возможности. Да, мы в этом, конечно, повинны все, значит, в этом повинны все. Я думаю, значит, это все с нуля придется начинать. Удачливый бизнесмен, уважаемый человек, глава Совета муниципальных образований Минсагид Шакиров сегодня в районе занят важной миссией. Скупает остатки земельных наделов. Свыше 120 паев уже перешли в его собственность, и это только в одной деревне Лошманка. Для деревенских жителей, отдающих, по сути, последнее, 25 тысяч рублей за пай – это большие деньги. Другой вопрос – зачем Шакирову столько земли в Черемшане? Если учесть, что в Черемшанском районе разрабатывают проект второй очереди скважин нефтяного месторождения, то все сразу встает на свои места. Вот, казалось бы, какую прибыль можно было бы получить вот от такого участка земли, который находится далеко от центра, от крупных городов. Но если приглядеться повнимательнее, то можно понять цели и задачи весьма дальновидных инвесторов. Ежегодно в Черемшанском районе добывается полтора миллиона тонн нефти. Это 5% от всей добываемой нефти в Татарстане. И одна только вот такая качалка на твоей земле из тебя может сделать весьма богатого человека. Вывести район из затяжного кризиса сегодня вряд ли уже возможно, если только не случится чудо. Ильзира Юзаева, Роман Безменов, Альбина Минибаева, Ирина Цафин. 7 дней.